Всем привет, с вами Дэн и вот она, великая и ужасная и тяжелая Invicta с 1837 года. Ну, естественно, бренд уже давным-давно выкупили американцы. И Invicta сейчас знаменита своими максимально маскулинными оверсайз-часами, максимально которые нацелены на то, чтобы притягивать внимание. Ну и основной рынок для Invicta это, конечно же, Соединенные Штаты. И эту Invicta я купил на Gemma Shop, заказывал при помощи служб пересыла. 275 баксов она мне обошлась, резерв вином 277.88 референс, кварцевый хронограф, Sapphire тут, по-моему, заявлено, сейчас проверим, 500 метров, швейцарский кварц. Но, не все так просто, ребяточки, не все так просто. Значит, гарантия у нас тут, тряпочка, желтенькая, желтенькая же коробочка от Invicta. Настолько мощный, да, посмотрите, пока она доехала, тут уже вся коробка разваливается, потому что моща, моща, я прям чувствую, я чувствую эту, эту мощь, эту мощь велич... Ох, ё-моё, вот это максимальная брутальность. Максимальная брутальность. Ну, знаете, я... Блин, ну вы же, конечно, заголовок ролика увидели. Ну, короче, суть ролика не в том, чтобы я вам рассказывал про вот эту Invicta вино. Я, честно говоря, не прям супер большой фанат дизайна Invicta и стилистики. Хотя в этом, ну, наверное, что-то есть. Я, собственно, про другое. В общем, я решил бахнуть ролик со сравнением подделки Invicta и оригинальной Invicta. И, честно говоря, я не то чтобы не верил в это, но я думал, блин, ну, как бы Invicta делается в Китае. Invicta подделки не прям какие-то супер дорогие часы. Неужели делают подделки Invicta и продают их на Авито, на Алиэкспресс и в некоторых магазинах? Я решил проверить. Мне пришлось потратиться. То есть, да, я купил оригинальную Invicta за 275 баксов. Я купил подделку, которая тоже недешевая. И сейчас мы с вами будем разбираться, что, где, когда, почему, как определить, чтобы не попасть на Палево. Потому что Палево Invicta выдают за оригинал и продают довольно-таки дорого. Здесь Палево. Я, честно говоря, синий не нашел. В продаже за адекватную цену взял зеленый, но не суть. Одна и та же модель. И мы с вами будем сравнивать оригинал и паленку Invicta. Кто бы мог подумать? Я вообще даже никогда не думал. Но сейчас попробуем разобраться. И это шок. Для меня это реально шок. Ну, заодно еще посмотрим на дизайн Invictusica. Ну, что же, я распаковал часы. И, собственно, видос этот посвящен тому, как определить подделку Invicta, по крайней мере, по линейке резерва. Линейка резерва – это одна из, ну, дорогих линейок Invicta. Я, честно признаюсь, я раньше думал, что Invicta не подделывают. Но, оказывается, Invicta подделывают тоже. И именно с этим был связан мой такой особенный интерес сравнить паленку с оригиналом и показать, рассказать вам, как отличить, собственно, подделку Invicta от оригинальной Invicta, чтобы вы ни в коем случае не нарвались там на какой-то палево, покупая Invicta в каком-нибудь интернет-магазине, на Алиэкспресс или, например, на Авито. Ну, и, собственно, вот у нас конкретно эти две модели. Референс, значит, у зеленой версии. Давайте посмотрим. Референс у нас здесь 27.788. Это зеленая. И подделка, которая копирует, как бы, да, подделывает синюю версию. Здесь, в принципе, примерно то же самое. Должно быть, да, 27.787, да. То есть на одну циферку у нас референсы у этих моделей отличаются. Ну и давайте смотреть. Особая опасность, как я уже сказал, связана с тем, что поддельные Invicta выдают за оригинал и продают за соответствующую сумму. И достаточно высокую, потому что линейка резерв, она, ну, далеко не самая дешевая, как я вам уже рассказал. 275 долларов это на джимашопе со скидосом в США. У нас такая модель будет стоить, конечно же, дороже. Ну и первое, собственно, что бросается в глаза, это, конечно же, браслет. И у подделки браслет отличается очень сильно от оригинала. И знаете, что интересно, он отличается в сторону усложнения, потому что у оригинала у нас здесь вот как бы это единая часть. То есть вот раз и все. То есть одно звено, вот раз, два, три, четыре, пять как бы частей, это есть одно звено. В подделке, видимо, не нашли что-нибудь такого же примитивного, как использует Invicta и сделали звено браслета вот это вот из пяти частей. Но оно еще, на самом деле, отличается вообще в принципе по своей структуре, да. То есть если первые два звена, они как бы плюс-минус похожи, то основные звенья, ну, они не похожи вообще, да. То есть здесь сильно браслет отличается. Но, тем не менее, я думаю, что сейчас вот будет вам достаточно видно, достаточно неплохо видно. И вы даже вот по фоткам, я думаю, можно будет отличить. То есть у Палева браслет отличается. И здесь каждая часть браслета это отдельная часть. У оригинала это единая одна такая слитая часть, да. И казалось бы, казалось бы, должно было быть наоборот, но, собственно, вот здесь в этом моменте не ошибитесь. Ну, а забегая вперед, скажу, что это, наверное, единственный момент, который выделяет Палева, может быть, ну, не то чтобы в плюс, но вот как бы выделяет с неплохой стороны. Что касается застежки. Застежка здесь везде такая вот, ну, достаточно стандартная для Invicta. Она, собственно, с двойной фиксацией. Раз, как бы два. И оригинал то же самое. Раз, два. И если мы посмотрим на то, как здесь сделана, да, застежка, ну, может быть, чуть, конечно, более детализированы буквы на оригинале, но я бы не стал на это какое-то внимание особенно уделять. Особенно, когда вы выбираете часы не имея оригинала в руках, а это в большинстве случаев бывает именно так. Так, мы раскрываем застежку и видим, собственно, что. Мы видим, что на подделке, во-первых, очень некрасиво выбиты вот эти вот буквы Стэнли Стил, да, нержавеющая сталь. На оригинале это все аккуратно. И плюс на оригинале у нас есть еще надпись Invicta. Резерв на подделке таких надписей не имеется. Идем дальше. Задняя крышка. Смотрим на оригинал. Здесь черным цветом, Invicta, Вином, наклеечки, надписи. Ну, достаточно все просто. С другой стороны, ну, более-менее аккуратно. И, соответственно, смотрим на Палево. На Палеве, ну, абсолютно по-другому. Здесь прям видно, видно, что что-то с этими часами, ну, прям как бы не так. Что-то как-то здесь прям супер сильно сэкономили. И это хороший маркер отличительный, да, как отличить оригинал от Палево. Да, задняя крышка это прям явно. Дальше. Давайте посмотрим на заднюю часть ушек на подделке. Задняя часть ушек, ну, достаточно грубовато, да, достаточно грубовато. И смотрим оригинал. Здесь задняя часть ушек аккуратнее полировка. И профиль ушек, ну, немножко другой. Он чуть больше вытянут, что ли, на оригинальных часах. Давайте сейчас попробую показать их вместе. Достаточно тяжелые часы. И, может быть, не всегда это удобно делать. Ну, вот, собственно, вот оригинал. Вот Палево. Всегда обращайте на такие моменты, как вот именно аккуратность исполнения часов. Даже если модель относительно недорогая. Даже если качество исполнения этой модели обычно не очень высокое. Все равно, все равно фабричное качество, оно неплохо отличается. Ну, что касается винтов крепления браслета. Да, то здесь тоже достаточно все четко видно. Смотрите, винт на, вот здесь, да, винт на подделке. Он длинный и он уже, чем у оригинала. У оригинала он практически не торчит. И по радиусу, по радиусу, по оригиналу все-таки он пошире. Безель это, наверное, одна из самых главных, отличительных, собственно, моментов, да. Безель на подделке зеркальная, внутренняя часть. На оригинале она тоже сатинированная. Ну, и шрифт разный. Здесь, как бы, чуть глубже выбьются вот эти цифры. Разметка на безеле, на оригинале. Мы такого не наблюдаем. Ну, и точки люма. Точки люма на оригинале они тоньше. И у них есть такое обрамление стальное. С зеркальной полировкой. На палеве они слишком большие, слишком крупные. И у них нет никакого обрамления. Тоже такой хороший, явный показатель. Ну, и если мы посмотрим на циферблат, то шрифт на оригинале. Обратите внимание. Он достаточно такой узенький, да. Давайте посмотрим на подделку. Здесь шрифт толще. Собственно, еще раз. У оригинальной Invicta не суперкрутое качество исполнения циферблата, поэтому здесь каких-то прям явных косяков найти у Палева по сравнению с оригиналом ну, прям так вот не получится. Но по шрифту здесь достаточно все неплохо видно. Опять же напоминаю, что у нас синий это подделка, зеленый оригинал, видите, шрифты здесь абсолютно-абсолютно разные. Ну, и заодно посмотрите, да, там, как исполнена внутренняя часть безеля. Еще хороший момент. Это заводная головка. Здесь, видите, такая крупная гравировка, которая по всей части заводной головки. И на подделке гравировка маленькая и не глубокая. Дальше давайте посмотрим по безелю. Здесь небольшой люфт есть как на оригинале, так на подделке. Звук разный. Этот звук у нас по подделке. Ну, и оригинал, и звук совершенно другой. То есть здесь стоит другая трещотка. Что касается заводной головки от вентили, да, здесь вот эти кнопочки от вентили, чтобы пользоваться хронографом. Чуть более грубая заводная головка, но, опять же, чтобы это все определить, нужно иметь оригинальные часы под рукой. Поэтому я бы на этот момент какого-то прям явного внимания не обращал. Единственное, что может быть здесь вот чуть больше вот эти вот прорези такие, да, по заводной головке, они чуть покрупнее, чем на подделке. Давайте посмотрим теперь по размерам. Ну, давайте посмотрим по безелю, что у нас получается. 52 и по высоте 20. 20, да, это оригинал Палева 52 и по высоте 26. Ну, здесь плюс-минус как бы определить достаточно трудно. Еще один тест, на который часто обращают внимание, но который не имеет никакого смысла, это взвесить. Объясню, почему он не имеет смысла. Потому что вы не знаете, какое количество звеньев в часах, которые вам продают. Вот здесь у нас 295 грамм. На подделке 366 грамм. Потому что здесь совершенно другой браслет. Ну и нужно понимать, что вам могут подделку выдать за оригинал и продать, например, ну как типа БУ. И там может быть звеньев меньше. Поэтому вот эти все взвешивания, это абсолютная, абсолютная чушь и бессмысленность. Ну, кстати, как смотрятся эти часы на моем запястье? 18,5. Монструозно! Просто монструозно! Гигантские часы! Максимально притягивающие внимание. И я рекомендую носить именно двое часов таких вот на правой руке и на левой руке. Для того, чтобы немножечко так подкачиваться в течение дня. Ну, а теперь чем мы займемся? Теперь, я думаю, что пора вскрыть подделку и посмотреть, швейцарский ли кварц в ней стоит. Здесь у нас паленка синяя. И что у нас здесь мы видим? Чего? Батарейка японская. Обляпана пальцами. И здесь что-то написано Swiss... Swiss Parts. На механизме написано Swiss Parts. Прекрасно. И здесь ронда... Нет камней. No jewels. Ну, короче. Здесь стоит тоже швейцарская ронда. Собственно, никаких проблем нет, потому что это все дешево поставить. Поэтому вскрытие механизмов, подделки, также не гарантирует вам того, что вы получите оригинал. Поэтому ориентируйтесь на вот эти вот моменты, которые я сегодня показал в ролике. Как мне кажется, они достаточно очевидны, они достаточно заметны, их легко запомнить. И в принципе, можно это все засечь, даже не обладая оригиналом в руках. Обязательно на эти моменты смотрите. Можно просто запросить у продавца фотографии, и сразу все станет понятно. И еще раз хочу подчеркнуть, вскрытие часов далеко не всегда, особенно в случае кварцевых часов с дешевыми механизмами, потому что нужно понимать, да, японские кварцевые механизмы, они чуточку дешевле, чем швейцарские кварцевые механизмы, но с учетом того, что подделки продают как оригиналы, как вы понимаете, там 2, 3, 5 долларов в плюс продавцы подделок, изготовители точнее, да, они вполне легко могут поставить туда и механизм ронда. Поэтому, ребятоньки, это не гарантия. Смотрите на другие моменты, которые, как мне кажется, более явно выдают палево за оригинал. Ну и как всегда, во всех своих видосах, я вас призываю покупать только оригинальные часы, потому что, когда вы покупаете подделку, вы стимулируете тех, кто, собственно, выдает одну вещь за другую вещь, собственно, вещью, которой он не является. В этом нет ничего хорошего, в этом нет ничего полезного. И самое главное, самое главное в практическом плане, вы тратите свое личное бабло, стимулируя какого-то мошенника, который, собственно, сделал такую паленую инвикту. Да, она достаточно близка к оригиналу, да, может быть, в браслете она даже получше, но в каких-то моментах она похуже. И некоторые моменты мы с вами сейчас вот в ролике и обнаружили. Поэтому нет подделкам, боритесь с ними активнее, используйте этот видос, делитесь, конечно же, этим видосом обязательно, потому что этот видос, честно говоря, мне обошелся достаточно дорого, пришлось купить. И палево пришлось купить оригинал. И оригинал мне тоже, как сами понимаете, нахрен не сдался этой инвикты. Поэтому на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok